Вижу цель, иду к ней. Император сошел с ума и в пол с детства. Просто покупаю малый размер. И сама. Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я решила снять челлендж. 24 часа покупаю все по алфавиту в Икеа. Как вы видите, я уже в Икеа. И уже составила алфавит, по которому буду все покупать. Вообще, я надеюсь, что вам это видео зайдет, понравится. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Ну, а я начинаю. Гоу! Как вы, наверное, уже поняли, мы сначала решили перекусить и купили фрикадельчики. Лососик. Еще у меня есть лимонадик. У меня уже... Боже мой. У меня уже двойная буква Л. Уже тройная буква Л. Потому что у меня есть еще один лимонад. У меня есть на букву Ч чизкейк. Манную кашу не засчитываем. Или засчитываем? Это Дениса. Засчитываем? Не знаю. Больше. Манная каша. Но если будет что-то интересное, на букву М я возьму. Если что, знаете, В влажные салфетки, В вода. И там еще одни фрикадельки. В общем, уже несколько букв алфавита мы сейчас кушаем. И пойдем уже нормально в шопиться, в икее по алфавитам. Всем приятного аппетита. Нам приятного аппетита. Вам еще больше приятного аппетита. И давайте встретимся уже чуть позже. Муа. Ну что, мы плотненько покушали уже. Вычеркнула букву В, потому что у меня была вода, влажные салфетки, буковка Л, потому что у меня были фрикадельки. Букву М еще не вычеркивала, где она. Вот она. Она под вопросом. У меня была манная каша, но может быть, очень поинтереснее его найду, поэтому не знаю. Смотрите, что я нашла. А че, че. У меня же был чизкейк еще совсем забыла. Прикиньте, так хорошо покушала, что совсем забыла. Смотрите, что я нашла. Крючки Фиантик. Блин, я не знаю, законно ли брать их на букву К, типа, крючки, ведь их название Фиантик, ты как считаешь? Ну, можно взять, конечно. Потому что везде написано крючок, и Фиантик это их название по-икеевски. Они мне так нравятся, всегда их хотела, но я не знаю, куда их вообще можно приспособить. У кого уже такие есть, вообще-то в комментариях? Ну, мне кажется, они подходят только куколкам. В общем, ладно, давайте я их беру на букву К, кладем нашу тележку. У меня тут вода до сих пор. И вычеркиваем их отсюда. Погнали дальше. Я нашла, что я буду брать на букву Б. Какой жесткий звук. В общем, за вас бокалы для вина. Правда, это выставочный экспонат, их нельзя брать, но мы нарушаем правила и берем один. Вот, смотрите, бокал для красного вина. На букву П я решила взять подушку. Есть вот такая вот сне подушка и есть, смотрите, вон там подушка с котиками. У меня уже есть такая подушка с котиками дома. Смотрите, какое у него крутое название. Матрам. Все, я теперь знаю, что я буду брать на букву М. Это матрам. Подушка вообще не подушка, это матрам. Давайте мы сейчас берем букву. Где тут она? Буковка М. И теперь берем П подушка. Это вот такая вот синяя подушечка. Давайте прям с самой глубины достаем. Ну-ка, подождите, я закину, не закину, смотри. Я нашла, что хочу взять на букву G. Это называется гурли, чехол на подушку. У меня много дома таких подушек, поэтому гурли мне не помешает. Гурли, 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 гурли. Мне кажется, что я нашла, что я буду брать на букву Ю. Это будет диван, который называется Юстат. Мне кажется, я просто больше ничего не смогу найти. Внимание, цена. Цена, цена. Можно я ее отручивать не буду? Можно. Как же можно делать, да? Не знаю. А то так на меня все смотрят. Все смотрят, вообще не говори. Короче, вытеркиваю. Все, оставляйте меня здесь, пожалуйста. Тут очень классно. Юстат мне нравится. Неплохой. Кстати говоря, я не люблю кожаные диваны, но больше тут нет ничего на букву Ю, поэтому придется довольствоваться тем, что есть. Ребята, у меня есть один вопрос. Как мне забрать своего Юстата? Я хочу купить сегодня все абсолютно. Весь алфавит. А Юстат я не смогу, мне кажется, никак забрать. А вы как считаете? Будем забирать его. по кусочкам. сегодня я заберу подушку, которую открыли. Завтра заберу подлокотник, который сейчас тоже отторву. Ну и так потихоньку мы с вами вынесем всего Юстата ко мне домой. Вижу цель и духну. Буква Р. Рёды би. 1299 рублей. Спросите вы, что это за фигня? Я сама не знаю. Шучу. На самом деле, это очень крутая штука. Она вот так вот на подлокотник вешается. И вы можете ставить всякие кружки, чашки и не бояться то, что не упадут. Но хотя, если вы рукожоп, в любом случае, они упадут. Но вот эта штука реально огонь. И я нашла, что я буду брать на букву Р. А буква Р у меня вот здесь. Берем и убегаем. Я нашла ингрум. Это плед. Я надеюсь, что он будет классный и мне пригодится где-то в быту. Смотрите, какой он такой мягенький, весь шиншавенький. Шиншавенький. Как шиншилла прям. Так, букву и нашли. Знаете, заметила, прикол в Икеи очень много всего на букву Г. Допустим, глим опять какая-то на букву Р. Здесь Ротера и на букву Ф. Это фейка, допустим. Но, прикол еще есть. Я нашла, что буду брать на букву С. Это сам Веркар. Боже мой, какие сложные названия. Вычеркиваем С и берем вот этот вот горшочек. Я не знаю, зачем он у меня. Он, кстати, он, он не пластиковый. Он железный. Шоп-контент. И, наверное, я возьму Гордину. Одну пару под названием Дорти А. Ну, это вообще полный шок, потому что у меня теперь где-то будут вот такие Гордины висеть. Вау! Ни разу не постановочный карт. Просто мы его переснимаем по техническим плетинам. В общем, на букву Т я нашла Торку. Я не знаю, что это и зачем это. Вообще, это, знаете, напоминает в пустыне, когда вот такой вот валан идет. Как это называется? Перекати-поле. Перекати-поле. Вот. Теперь у меня дома будет Перекати-поле. Это называется реально Торка. Вот. Вот так вот. Ребят, вы не поверите, но я даже нашла товар на букву С. Цирку Стельт. Но прикол в том, что его можно брать только на складе. Это короче, такая штука. мне кажется, Баксику понравится, в общем. Смотрите. Просто покупать малый размер. Скисла. В общем, это какой-то цирк шипито домашний. Я бы туда залезла, но мне кажется, я в него не помещусь. Короче, я вычеркиваю букву С. Обязательно эту штуку возьму на складе. По-моему, она просто пушка и мы переходим к какой-нибудь другой букви. А Машка, знаете, что нашла железную дорогу? 50 предметов. Офигеть, она деревянная. Смотрите, она вот здесь нарисована. Вон там есть полностью вся экспозиция по железной дороге. Она будет, видимо, выглядеть как-то так. В общем, я ее беру, она очень тяжелая. Подождите, поместите, пожалуйста, в тележку. Император сошел с ума из пол детства. Блин, это так круто. Это, мол, электронно. Ой, ой, я уже пламала. Это так круто. Пожди, я потянемся. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Короче, не будь мне машинистом поезда, иначе у меня не все будут сходить рельсы. Всё. Да-да-да-да-да-да. Давай, железную дорогу берем, вычеркиваем ее отсюда и помещаем вот это вот туда. Вот туда куда-нибудь. Я нашла на букву Х. Называется Хусет. Это кукольная мебель гостинная. Стоит всё это добро 900 рублей. Блин, ну только в Икее можно найти товар на букву Х. Х. Хусет. Я нашла. Я нашла Урскок. Эээ, ребята, да ты что делаешь? Смотрите, реально. Урскок. Это вот такой вот тигр. Вот это мне прям нравится. Добыча, я люблю всякие мяшки и штучки. Где моя буква У? Я совершила невозможное. Я нашла на букву Я. Как вы думаете, что это здесь? Вот прямо сейчас, смотрите, вот просто отгадайте, что это. Денис уже видит. Это Ян. Шо? Это вот такой вот светильник. Опять-таки, блин, мне придется за ним идти в раздел свет, потому что здесь я его не могу выдернуть. А ну признавайтесь, кто смотрит канал Маша Зун без подписки, срочно подписывайтесь. А иначе за вами придет расследователь Маша. А сейчас все-таки не подписываются, чтобы я пришла за ними. Нет, так не сработает. Придет другой расследователь и я, помощник мой какой-нибудь. И будет вас пытать, так что подписывайтесь, давайте быстрее. Короче, ребята, запоминаем вот эту вот штучку. Нам нужно будет взять в раздел свет, обязательно. И я тогда вычеркну букву Я, потому что иначе я забуду, пока что я вычеркивать не буду, поставлю здесь глаза. теперь такие точки черные. Ужасно, ужасно, ужасно. Та-да-да-дам. Я нашла на букву Ше вот такой вот Шенку. Это сотейник с крышкой, как написано на сотейнике. Шенка. Сотейник с крышкой. 999 рублей здесь вот он находится. Шенка. Шменка. Наверное, это мой рай. выбирай себе ежика. На букву и вычеркивайте списка. Смотрите, какой лапушка. Милый, да? Ми-ми-ми-ми-ми-ми. На букву О, я решила взять обезьянку. Смотрите, какая у нас хорошее, ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Смотрите, какие там есть хорошие маленькие обезьянки. А эти вообще друзьяшки. Они неразлучные. Такое сяечко, как мы ее назовем? Обезьянка ехать. Обезьянка. Она такая мягенькая, такая хорошая. Короче. Куколатя. Акула. Две акулы. Две акулы. И Маша захваливала все части на букву. А, я, конечно же, беру акулу. Что еще могу взять? Это же просто А. У меня, кстати, уже дома есть одна акула, теперь у меня будет подружка. Ладно, я не буду нагреть, я возьму одну акулу. Самую-самую классную. Кстати, напишите в комментариях, какая ваша самая любимая игрушка из Икеи. У меня это акула, слоник и пандочка. Я их люблю всех одинаково, потому что они все очень классные. мы вот так вот обводим. Пойдем, 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 пойдем. Ты думаешь, лепить буду? Отлично. Это змея на букву Д. Она классная. У меня, кстати, змеи никогда не было. Так ты смотри, что можно делать. Привет, дорогие дамы и господа. В эфире канал Маша Зум. Самый лучший канал на YouTube. Если вы на него еще не подписались, то зря вы это делаете. Скорее, это исправляйте. Это вам говорю я, змея из Икеи. Ом-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном. Смотрите, что я нашла. Я нашла Эль Д. Т. Т. Р. Подождите. Эль Д. Эль Ч. Р. Ну, в общем, как-то так. Это чехол на подушку и буковка Э. Обводится в кружончик. Это значит, что мы ее закрыли, прикиньте. Я даже не жульничала ни разу, не подписывала никуда буковки Э. И нашла Эль Д. Р. 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 Постоянно подушки падают. Я только что поднимала и подушку она опять упала. Смотрите, что у меня осталось. Буква Е, буква Н, буква Щ, твердый знак и мягкий знак. Буква Я. Букву Я нам нужно взять в разделе свет. Так что пойдем искать вот эти буквы. Блин, офигеть, не встать. Просто прикиньте, я нашла Ёфрит на букву Ё. Товар на букву Ё. Я в шоке. Теперь бы понять, что такое Ёфрит. Наверное, это вот это вот. Сейчас посмотрим. Да, смотрите, Ёфрит. Ну, по-английски допишется по-другому, конечно же, но по-русски то самое главное Ёфрит. Ёфрит, мой дорогой золотой, отправляйся сюда и вычеркиваем вот так вот чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ищем дальше, ищем дальше. Ребята, шок-контент, шок-контент. Я хотела брать, короче, натяжную простыню, потому что я не знаю, что взять на брукру. Н, на брукру. Я так разговариваю, странно. Но я нашла натасмин, натяжная простыня размером 160 на 200. В принципе, на нашу кровать она подойдет, правда, с натяжкой. Но придется ее брать, потому что если не 160 на 200, у них уже другой размер, поэтому мы берем вот эту вот натасмин. Знаете, как жасмин, только Наташа, Наташа Жасмин. Так и написано. Жасмин Наташа, Наташа Жасмин. Кладем ее сюда. Смотрите, какая уже огромная телева. И где тут букву Н, подчеркиваем. Осталась самая сложная. Вот это вот все. И букву Е я еще не нашла. Просто жесть. Погнали, погнали. Уходим, 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 подходим. Смотрим. Еймми Рудто. Буква Е найдена. Емми. Второе сетопустим, это белье. О, ну с двумя наволочками Вообще топчик, просто огонь Подойдет, вычеркиваем И остается буква Я, Щ И вот эти вот три Пожелайте мне удачи, пожалуйста Потому что это, мне кажется, будет просто нереально И даже на букву Щ И я нашла товар Это вот такая вот щетка для унитаза 79 рублей И смотрите, щетка для туалета Держать Ну, в общем, она мне подходит, потому что это щетка Есть еще вот такая, правда, вообще Экономичная, но я возьму черную Кидаем ее И идем далее Я это сделала, я дошла до отдела со светом И нашла это Яншо Смотрите, Яншо есть черное Яншо Синий Яншо, белое Яншо И в принципе, Яншо закончила Здесь уже форта идет Давайте выбирайте Яншо Ты какую хочешь, белую? Реально? Блин, ребята, выбор уже сделали за меня Денис сделал белое Яншо Но в принципе, я не против, мне не все нравятся Вы все забрала И я могу уже спокойненько зачеркнуть эту букву Я И, блин, походу, этот челлендж подходит к концу Но я еще не подошла, конечно И все попытаюсь найти Да хуй как у меня светить Знаешь, как глаза больно В общем, мне нужно найти твердый знак И и мягкий знак А вы, ребята, давайте там Подписывайтесь Да-да-да-да-да-да Слушайте, это реально очень крутая лампа Для того, чтобы допрос проводить Она так в глаза вообще светит Так их слепит Просто жесть Ладно, погнали Попробуем найти вот эти вот три буквы Я не знаю, получится у меня или нет Пожалуйста, пожелайте мне удачи Ну а я побежала Я все еще нахожусь в поисках Товара На букву твердого знака Мягкого знака И букву И И мы сейчас в другом вообще Главное непонятном отделе И здесь снова ничего нет Есть байк, есть толк Есть мисла Панерера Но твердого знака нет И мягкого тоже нет Ой, тут много Маши в room О-о-о-о Очень круто Нету Ничего Давай завязывай, если упадешь Классно же Как вы понимаете Я собрала весь алфавит Кроме трех букв Это твердого знака И мягкого знака Это просто нереально Я обошла всю Икея И тут такое эхо просто жесть И в общем Все в шоке Но я реально Я нашла все Кроме этих трех букв Их нереально найти Это просто Ну их не существует Понимаете Только путем мухлежа И каких-то моих махинаций Я бы могла сказать То, что я нашла весь алфавит Но я сегодня Не хочу мухлевать Поэтому подписывать Мягкий знак Я нигде не буду Надеюсь, что вам понравилось Это видео Скорее ставьте лайк Если вы хоть раз были в Икея Ставьте лайк Если вы хотите в Икея И напишите в комментариях Есть ли Икея в вашем городе Раньше в моем городе Икея не было Но сейчас Я могу в нее ходить Это так круто Потому что Икея Это просто копчик И тут есть вот такие вот акулки Они такие классные Наконец-то у моей акулы Дома появится сестренка Или это братишка Это братишка Это сестренка Она такая клевая В общем Я вас очень сильно всех люблю И до скорых встреч Всем пока Игорь Негода Игорь Негода